Хочу узнать различные инструменты создания мультимедиа, контента для сайта, кроме того, вообще полезность мультимедиа, то есть насколько она повышает читабельность той или иной новости, насколько она повышает вообще доверие к изданию, ну, такого по-моему. Все, деградация нации, срочно всех заставлять привязывать к батареи и читать длинные тексты сразу Толстого. Вот эта фраза о том, что люди перестали читать тексты, это абсолютно международное было убеждение, до тех пор, пока в 2012 году New York Times не выпустил проект Snowfall. Большая часть экрана пургетана, и она метет. У нас вообще свое представление о том, что интересно читателю, что интересно, что мы можем им дать. Это стало каким-то открытием, потому что у нас, как у онлайн-СМИ или как у печатного СМИ, есть, наверное, какая-то своя правда, то есть мы видим потребности аудитории вот в чем-то конкретном, здесь сказали о другом, об этом нужно подумать, это нужно переварить, ну, соответственно, как-то дальше использовать на практике. Когда они делали этот проект, они, естественно, использовали те материалы, которые были у телекомпании. Никто специально под этот мультимедийный проект, никто не едет, не снимает. Мы смотрим на то, что у нас есть. По сути, это переупаковка. У вас был этот материал, у вас есть некая схема, некая структура, в которую вы эти опубликованные материалы располагаете. Ну, это же у них там в Америке, да, но, в принципе, в Перми тоже можно переупаковывать контент. Вау! 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 Вау!